Написание иконы начинается с молитвы. Надо просить, вот, и святая Богородица, помоги мне. Аркадий Холопов – иконописец и байкер. Необычно, но обо всем по порядку. Выпускник Уфимского училища искусств еще в конце 80-х он начал расписывать храмы в составе известной тогда бригады столичных иконописцев. В начале 90-х судьба привела молодого художника Сергеев Посад. Я узнал, что есть, открылась школа иконописная в 90-м году, она открылась, эта школа, при Московской духовной академии. И одна из женщин, тоже художница, сказала, Аркадий, вы должны обязательно туда поехать. Я говорю, а что там? Ну, в общем, Троица Сергеева Лавра, это замечательное место. И к тому времени я уже так приобщился к храму, стал, так сказать, полноценным православным христианином, стал причащаться, исповедоваться и посчитал необходимым поступить. Сейчас у Аркадия своя артель церковных художников, которые оформляют храмовые комплексы. Он разработал коллекцию из 15 образов в технике трафаретного письма, делающие изготовление икон более доступным. Вот и сегодня в его мастерской в работе сразу несколько икон. Сейчас мы будем делать рос, крош, иконы. Будем расписывать вот одежду, гематитом. Краска, кисти, все как у настоящих художников. Вторая сторона жизни Аркадия – мотоциклы. Говорит, двухколесную технику любят с детства, но к байкерству приобщился только в Сергиевом посаде. Я увидел, что на мотоциклах ездят священники и монахи. И общаясь с ними, я понял, что здесь есть еще другая сторона этого движения. То есть мотоцикл, как средство передвижения, ну, как бы это романтично и вдохновляет. Ветер там, ну, мобильность какая-то, скорость – это приятно. Ну и есть возможность просто ездить по святым местам. В байкерском клубе «Ночные волки» Аркадий нашел друзей и единомышленников, с которыми, как он говорит, можно делать много хорошего. К примеру, для участников спецоперации они вместе создали два передвижных храма. На вопрос, для чего он все это делает, художник-эконописец, руководитель артели и байкер Аркадий Холопов отвечает. Для спасения души, для народа, для русских людей, для россиян, для православных, для Родины. Все это делается.